Общее сведение. Название узловая эритема было введено британским дерматологом Робертом Виланом в 1807 году. Долгое время заболевание считалось специфической нозологической единицей. Позже в дерматологии были проведены исследования, которые доказали, что узловая эритема является одним из вариантов аллергического воскулита. В отличие от системных воскулитов узловая эритема характеризуется локальным поражением сосудов, ограниченным преимущественно нижними конечностями. Заболевание узловой эритемы подвержены люди любой возрастной категории, но наиболее часто она наблюдается у пациентов в возрасте 20-30 лет. До пубертатного периода распространенность узловой эритема одинакова среди мужчин и женщин после периода полового созревания заболеваемость. У женщин в 3-6 раз выше, чем у мужчин. Характерен рост случаев узловатой эритемы в зимне-весенний период. Узловатая эритема – причина узловатой эритемы. Основной причиной сенсибилизации организма с развитием узловатой эритемы являются различные инфекционные процессы в организме. В первую очередь это стриптококковые инфекции, ангина, скролатина, острый фарингит, стрептодермия, рожа. Атит, цистит, ревматоидный артрит и дыре. И туберкулез, менее часто иерсиниос, кокцидиомикос, трихофития, паховый лимфогранулематоз. Заболевание может возникать и по причине медикаментозной сенсибилизации. Наиболее опасными в этом плане лекарствами являются салицилаты, сульфаниламиды, едиды, бромиды, антибиотики и вакцины. Нередко узловая эритема сопутствует саркоидозу. К более редким неинфекционным причинам ее развития относят болезнь бифчета, язвенный колит, воспалительные заболевания кишечника. Болезнь крона, колит, парапроктит, онкологическая патология, беременность. Наблюдаются семейные случаи узловатой эритемы, связанные с наследственной предрасположенностью к сенсибилизации организма инфекционными или другими агентами. К развитию узловой эритемы с хроническим течением предрасположены пациенты с сосудистыми нарушениями, варикоз, атеросклероз, сосудов нижних конечностей, аллергическими заболеваниями, полиноз, бронхиальная астма, атопический дерматит или очагами хронической инфекции, танзелит, синусит, пиелонефрит. Симптомы узловатой эритемы Типичным проявлением узловатой эритемы являются плотные узлы, расположенные в нижних отделах дермы или в подкожной клетчатке. Диаметр узлов варьирует от 5 мм до 5 см. Кожа над ними гладкая и окрашена в красный цвет. Элементы узловатой эритемы несколько возвышаются над общим уровнем кожи, их границы размыты из-за отечности окружающих тканей. Быстро вырастая до определенного размера, узлы перестают увеличиваться. Болевой синдром у пациентов с узловатой эритемой может иметь различную выраженность и отмечается не только при пальпации узлов, но и спонтанно. Зуд отсутствует. Уже через 3-5 дней начинается разрешение узлов, которое проявляется их уплотнением и не сопровождается распадом. Характерным для узловатой эритемы является изменение окраски кожи над узлами, что напоминает процесс разрешения синяка. Первоначально красная она становится бурой, а затем синюшной, зеленоватой и желтой. Наиболее типичная локализация узлов при узловатой эритеме – это передняя поверхность голени. Чаще наблюдается симметричность поражения, но возможен односторонний или единичный характер высыпаний. Элементы узловатой эритемы могут встречаться везде, где есть подкожная жировая клетчатка – на бедрах, икрах, игодицах, предплечьях. Лицей – даже писк для реглазного яблока. В большинстве случаев узловая эритема имеет острое начало и сопровождается лихорадкой, анорексией, общим недомоганием, ознобами. Примерно у 2-3 пациентов отмечаются артропатии, боли в суставах, артрологии, болезненность при прощупывании, скованность по утрам. У 1-3 больных узловатой эритемы и субъективные симптомы сопровождаются объективными признаками воспаления в суставе артрита. Отечность и покраснение кожи в области сустава, повышение местной температуры, наличие внутри суставного выпота. Суставной синдром при узловатой эритеме характеризуется симметричным поражением крупных суставов, возможно отечность мелких суставов стоп и кистей. Общая симптоматика и артропатия могут на несколько дней опережать появление кожных элементов. Как правило, в течение 2-3 недель происходит полное разрешение узлов узловатой эритемы. На их месте может наблюдаться временная гиперпигментация и шелушение. Одновременно с кожной симптоматикой проходит и суставной синдром. В общей сложности острая форма узловатой эритемы длится около 1 месяца. Значительно реже узловатая эритема имеет упор на рецидивирующие хроническое течение. Обострения заболевания проявляются появлением небольшого количества единичных синюшно-розовых узлов плотной консистенции, которые сохраняются в течение нескольких месяцев. Кожные проявления могут сопровождаться хронической артропатией, протекающей без деформации суставов. Диагностика узловатой эритемы Изменения в данных лабораторных исследованиях при узловатой эритеме носят неспецифический характер. Однако они позволяют дифференцировать заболевание от других нарушений, выявить его причину и сопутствующую патологию. В клиническом анализе крови в остром периоде и при рецидиве хронической узловатой эритемы наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз и повышенная соя. Бакпосев из носоглотки часто выявляет наличие стрептококковой инфекции. При подозрении на Ерсиниус производят Бакпосев кала, для исключения туберкулеза, туберкулинодиагностику. Выраженный суставной синдром является показанием консультации ревматолога и исследованию крови на ревматоидный фактор. В затруднительных случаях для подтверждения диагноза узловатой эритемы дерматолог назначает биопсию одного из узловых образований. Гистологическое изучение полученного материала выявляет наличие воспалительного процесса в стенках мелких артерий и вен в междальковых перегородках на границе дермы подкожной клетчатки. Определение теологического фактора узловатой эритемы, сопутствующих очагов хронической инфекции или сосудистых нарушений может потребовать консультации пульмонолога, инфекциониста, отоларинголога, сосудистого хирурга, флеболога и дере. Специалистов С этой же целью при диагностике узловатой эритемы могут быть назначены риноскопия и фарингоскопия, КТ и рентгенография легких, ревозография нижних конечностей, УЗДГ, вень нижних конечностей и тому подобное проведение рентгенографии легких направлено на выявление сопутствующего саркоидоза, туберкулеза или иного процесса в легких. При этом часто встречающимся, но необязательным рентгенологическим спутником узловатой эритемы является одно или двустороннее увеличение лимфатических узлов корня легкого. Диагностику узловатой эритемы проводят с эндуративной эритемой при кожном туберкулезе, мигрирующем тромбофлебитом, панникулитом, узелковым воскулитом, образующимися при сифилисигумами.